Приветствую вас, друзья, сердечно. Знаете, почему иногда у меня такое фото? Чтобы на мыслителя был похож. А знаете, почему мужики носят усы и бороды? Ну, усы так я вычислил, потому что, помните, я рассказывал вам про термопульсатор Лихтенштейна. Там в момент вдоха делается нагрев вот этой зоны. И когда дыхание синхронизировано, здесь стоит датчик дыхания, когда при каждом вдохе здесь нагрев, то человек расслабляется, успокаивается. Значит, мужики осужают горячие головы усами. Потому что, когда они делают вдох, вот здесь вот это теплее становится. И корешки, значит, усом возбуждаются. Термопульсатор Лихтенштейна. Почему бороды носят? Ну, вообще-то, у кого мало времени. Раньше же мужики, они не имели времени. Они пахали, они делом занимались. Какое-то время было бриться там. Вдруг порежешься там, надо было что-то там такое. Ну да, вот современный человек имеет больше времени. Как бы. Или, допустим, у него лезвия другие. И у него приборчик такой. Ну, поэтому ему легче бриться. Поэтому он, или всё зависит от жены. Потому что жена может похвалить, жена может поругать. И ты, так влияет женщина на мужчину, даже удивительно. Вот мне написала одна девушка там, ой, как вам идёт щетинка. Я ей повёлся. И стал несколько дней не бриться. Вот оно. Ну, я юморист, вы понимаете. Так вот, дело-то в том, что я-то хотел сказать о другом. О том, какие картины. Вот посмотрите. Мать Берегиня. Ой, какая картина потрясающая. Ой, а это со свечкой. Мать мира. Мать мира. Ну, я как раз этим и занимаюсь. Что наша школа человек будущего, Homo Futurus, в скобках человечности, занимается, прямо скажу. Чтобы люди дружили со своей головой собственной. Они велись вообще-то. Чтобы они могли минимальным действием получать просветление в голове. Ясность в голове. Снимать спазмы. Вот сейчас мне Коля Щетинин, почётный участник из нашей школы, прислал. Будьте осторожны. Сегодня 6-7 баллов магнитная буря. А я всем говорю, вы записывайте 12 дней. Это метео, метео, госметео. Записывайте там. Первое. Геомагнитная обстановка. Второе. Атмосферное давление. Третье. Температура. И четвёртое. Это осадки и ветер. Четыре фактора. Записывайте 12 дней, и у вас появится понимание, почему вы в какой-то день плохо спите, почему вы в какой-то день, как натянутая струна, со всеми комплектуете, почему разражаетесь. Ну, это фоново влияет на любого человека. Да, на моря влияет. Подъёмы, спады, проливы, отливы. Как же может быть иначе? И когда круглая луна, и когда она менее круглая, и когда месяц зарождается. всё влияет на человека, как можно думать, что на вас ничего не влияет. Женщины влияют на мужчин, мужчины на женщин. Луна влияет даже на лягушек. А мы даже не лягушки уже, слава богу. Но у нас же путём эволюции выработаны механизмы инстинктивной защиты. И метод-ключ наш как раз-таки помогает осознать, что мы делаем в условиях, когда у нас напряжение растёт, инстинктивно. А если мы делаем это осознанно, в виде маленьких, коротких приёмов, мы получаем возможность минимальным действием прояснять себе голову. Снимать спазм сосудов, позволять, чтобы кровоток нормальный был в мозге, немножко. А знание – это сила. Знание – это сила. Поэтому, друзья, завтра, например, ко мне приедет физик-ядерщик Острецов. Да, ромашку я ему подарил, он повесил его у себя на даче, вы могли посмотреть его интервью с кем-то, и там, если он делает с дачи интервью, белая ромашка наша висит. Газенко Роману подарил ромашку. Да, ему тогда хотелось, он мне сказал, какого размера, теперь у него висит, он мне показал. Висит в комнате. С ним тоже будем делать вебинар. Вот я сейчас сделаю вебинар один. Один сделаю вебинар через день. Ну, там посмотрите в объявлениях. Запишитесь ко мне в Телеграм. И на Телеграм-платформу помочь себе. Там есть объявления, когда вебинары. Да. Посмотрите. И с Романом Газенко мы потом сделаем вебинар в конце августа. Потому что все ждут. И мы сделаем. А вот смотрите, как интересно. Побритенький. Молоденький. Да. Ну, как говорил Паниковский, меня девушке не любят. Шутка. Так что я объявление сделал. Сказал о том, что у нас будет завтра Стрецов. Мы с ним сделаем запись. Ваши комменты и ваши письма, которые вы мне в записках, в личках присылали, ему я передал. Спасибо вам большое. И он по ходу будет отвечать в этой записи. Так вот, друзья. Потом вебинар. А потом еще Стрецкая Зенка. А потом еще наша уважаемая, дорогая Валентина Эдуардовна Киселева приедет в конце сентября. И мы с ней проведем вебинар долгожданный для женщин. для женщин. Ну, а потом, если вы захотите, когда-либо, потому что я не знаю, нужно это или нет, но если захотите, я проведу отдельно для мужчин. Как быстро соображать, быстрее, чем было раньше, на любую опасную и ответственную тему. И в любой ситуации сохранять внутреннюю уверенность, решительность и невозмутимость. Ну, а вы, мужчины, конечно, все это умеете. Но я подскажу, как уметь лучше. Итак, до встречи. до встречи. До встречи.